Всем привет! Меня зовут Юлия Кокорина, Центр недвижимости «Компромисс» и выведем блог «Переезд Краснодара в Краснодарский край». Наш канал для тех, кто планирует переехать на постоянное место жительства, город Краснодар и его окружение. Работаем в радиусе 60 километров от Краснодара и по городу, как по домам, так и по квартирам. Сегодня мы с вами находимся в станице Старокурсунская, автономная, хорошая, чистая станица Краснодарского края. Относится к городу Краснодар и проживая здесь у вас будет городская прописка. Станица приятная для жизни, оснащена всем необходимым, школы, сады, поликлиники здесь имеются. Естественно, сетевые магазины, парк, ну и вот какие-то такие вот зоны для развлечения детей, кафешечки, здесь все есть. Сегодня мы с вами дом смотрим. Дом у нас площадь 120 квадратных метров, 2017 года постройка на земельном участке. 5 соток земли, чуть-чуть будет меньше, там порядка 4-9 соток земли. Это хорошее место станицы, здесь у вас радиус полутора километра в школу, детские сады, остановка порядка 400 метров и дом новой постройки. Со всеми коммуникациями, центральной водой, электричеством, септиком дренажным и газом непосредственно уже в доме. Дом одноэтажный, планировка нестандартная, интересная. Я думаю, вам будет интересно ее посмотреть. Давайте пройдемся по параметрам домовладения. Дом у нас сверху обложен кирпичом, внутри он из кирпича и из газоблока. Есть две саманные стены, то есть реконструкция старого дома была пройдена полностью в полном объеме и фундамент заливался с нуля. Далее, по коммуникациям, я уже проговорила, что все они центральные. У нас здесь земельный участок, с одной стороны огорожен профлистом, имеются откатные ворота. Въездная группа, дорожка и придомовая территория забетонированы. Далее, покажу вам с правой стороны, у нас есть такая вот дорога, которая является сервитутом. Сейчас находится в стадии оформления, это не мешает никаким образом сделке, если вам понравилось данное предложение. Потому что по данной дороге далее будут идти два дома, которые сейчас находятся на стадии строительства. По фундаменту еще проговорил, что это лента 80 сантиметров в глубину, бетон и земельный участок у нас без насаждения. То есть, необходимо будет все сделать по своему вкусу. Данный дом строился не застройщиком, а строился для себя. Ребята решили продавать, инвестировать деньги дальше. То есть, даже какое-то время были споры, да, продавать, не продавать. Вот, так что это предложение на своей земле и предложение, которое строилось, которое думалось, такая планировка интересная. В общем, ну прям стал стенными такими стенами могучими, он очень теплый, душевный. И давайте посмотрим. Ваше внимание на то, что у нас большая отмостка, она более чем метровая. И дальше вот здесь вот будет установлен забор. То есть, если покупатель пожелает, то, в принципе, наши продавцы готовы эти работы провести. У них просто на это время не хватает, все материалы уже закуплены. Далее вот мы с вами проходим для того, чтобы понять территорию всего дома. Находимся на такой террасе закрытой, она уже конкретно под крышей. Система водоотведения, все сделано. Крыша двухскатная и терраса тоже крыша двухскатная. Крыша металл и черепица, фронтоны подшиты. Все сделано как полагается. Это земельный участок у нас по периметру столбов выставленных. Вот такая его идет площадь. То есть, свободная земли вот столько, сколько есть. Далее два фундамента заложены. Сервитутная зона, о которой я говорила, она будет проходить именно как проезд к этим домам. Также хозпостройка имеется на земельном участке. Ее можно оборудовать как сарайчик, как летний душ. Можно снести, как вы пожелаете. Я напомню, что дом со всеми центральными коммуникациями. Сетевая вода центральная, газ в доме, септик дренажный и электричество. Три фазы, 15 киловатт. И давайте заглянем на эту сторону дома. Посмотрим еще зону отчуждения с левой стороны. Здесь около 4-5 метров. Часть забора установлена, часть забора необходимо доработать. Ну вот такая еще посадочная зона для винограда, растений, декоративных, туик, роз и так далее у вас есть. Теперь осталось нам пройти в дом и посмотреть. По локации я еще хочу проговорить, что это место находится в доступности от школы, где вы 10 минут пешочком и в школе номер 85. Детский сад 227, 4 минуты 400 метров. И остановка тоже недалеко находится от дома, буквально 5 минут. Давайте проходим дом. Площадь дома составляет 120 квадратных метров. Такая классная, нестандартная планировка в доме, потому что мы сейчас находимся с вами в такой холле. Это входная группа дома. То есть здесь наши собственники планировали делать каминную зону. Соответственно, вот в этой части планировался камин. То есть эту задумку можно еще осуществить. Зона для отдыха. С правой стороны на входе, с левой стороны вернее на входе, есть место для гардеробной небольшой. То есть площадь коридора позволяет установить. Вот такое помещение. Площадь у него 29,6 квадратных метров. С правой, с левой стороны у нас идут кухни и жилые комнаты. Высота порядка 2,6-2,7 по зашитому потолку. Потолок зашит гипсокартоном. То есть примерно такую высоту я вижу. Давайте пройдем в первую жилую комнату. В доме предчистовая отделка. Потолки зашиты. Стяжка сделана. Радиаторы установлены. Стеклопакеты. Разводка отопления. Все это есть. Газовый котел висит. И теплые полы там, где зона кухни-гостиной, коридора. Значит, мы с вами находимся в первой жилой комнате. И площадь у нее 14 квадратных метров. Она вот конкретно прямоугольной формы. Большое двустворчатое окно. Радиатор есть. Стены оштукатурены. Потолок подшит. Осталось застелить полы. Ну и так будет, в принципе, в каждой комнате. Давайте пройдем дальше. Это у нас кухня. Кухня. И площадь кухни составляет 13,9 квадратных метров. Большая полноценная квадратная кухня. Здесь установлен двухконтурный котел, как я говорила. Поместится хороший кухонный гарнитур и место для обеда. Большое двустворчатое окно. Выход на боковую сторону дома. Далее по такой интересной планировке. Кстати, стена уже сделана. Одна выполнена и вторая. Венецианская штукатурка присутствует. Такой эркерный вход. И проходим. Смотрим у нас следующее помещение. Это ванная комната. Площадь у нее 5,9 квадратных метров. Ванная комната с окном. Все выводы необходимые сделаны. Потолок подшит. Осталось закончить и сделать ремонт. И вот по такому... Здесь теплые полы идут. По такому коридорчику мы с вами проходим. Это такое хоз помещения. Площадь у него 6,4 квадратных метра. Внизу находится погреб для хранения, столения, варенья, нужных важных вещей в хозяйстве. Большое помещение. Его можно абсолютно сделать полезным. И хранить много утварей кухонной. Сделать стеллажи. То есть такие вот вещи в доме это всегда только плюс. Вот эта дверь с правой стороны, она выходит на террасу. То есть вы можете из кухни выйти на террасу. Нам осталось посмотреть еще две жилые комнаты. Мы проходим опять в большую вот такую вот гостиную коридор. Холл, как ее можно назвать по-любому. И попадаем в две комнаты. Площадь этой комнаты 15,2 квадратных метра. Квадратная правильная форма. Потолки подшиты. Стены оштукатурены. Полы залиты. Отопление заведено. Радиаторы висят. Ну вот полноценная спальня. Площадь у нее хорошая. Можно замечательно все разместить. И следующая комната, в которую мы с вами пройдем, это еще одна спальня. Площадь у нее немножечко поменьше. 13,2 квадратных метра. И она практически квадратной формы в таком же исполнении состоянии. То есть предчистовая качественная отделка с подшитым потолком. Такое вот интересное предложение у нас в станице Старокурсинское доме, который находится в принципе абсолютно недалеко от центра. Данное предложение стоит 6 миллионов рублей. Я еще раз проговорю, что площадь дома составляет 120 квадратных метров. Земельный участок 4,9 соток земли. Это хорошее место станицы. Дом со всеми коммуникациями газифицирован. Хорошее место. Предложение цена-качество соответствует нашему рынку. Осталось зайти в дом и сделать ремонт. Я надеюсь, что данное предложение вам понравилось. Если кого-то оно заинтересовало, звоните, пишите. Мы с удовольствием его покажем. С вами была я, Юлия Кокорина, от центра недвижимости Компромисс.